В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проблемы сарусских водоемов. Почему обмелели река Сатис и городские озера? О людях в белых халатах. Подведены итоги конкурса о медицинских работниках КБ-50. Весенние ласточки 2019. В Сарове прошло открытое первенство по художественной гимнастике. Далее расскажем обо всем подробно. Уровень воды в реке Сатис, озере Протяжном и Филипповских озерах вызывает опасения у многих саровчан. Из-за маленького количества осадков и талых вод в этом году городские водоемы заметно обельчали. Особенно актуальна эта проблема в период действия на всей территории области особого противопожарного режима и в преддверии открытия купального сезона. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Лето не за горами и пришло время подготовить пляжи вместо массового отдыха к новому сезону. Сейчас определяется подрядчик, который будет нести ответственность за работу медицинских постов, водолазные обследования, дна водоемов и другие мероприятия по содержанию и обслуживанию зоны отдыха. Принимать пляжи на протяжке и пруду Боровом будет специальная комиссия. Однако уровень воды в реках и озерах заметно понизился. И это может сказаться на открытии в городе купального сезона. Администрация техническими никакими средствами ни через задвижки, ни через затворы воду сейчас не сбрасывает и не сбрасывала. В этом году из-за сложной ситуации отменено постановление о понижении уровня воды в связи с весенними паводками. Сейчас затворы плотины закрыты. По словам специалистов ДГХ, уровень воды в городских реках и озерах понизился еще летом прошлого года. Было очень сухое лето. В этом году был маленький снегозапас. Предварительный осмотр, когда мы поехали в конце марта, там, конечно, уровень был очень низкий. Также был недостаточный запас воды в прудах филипповских. Комиссия по приемке гидротехнических сооружений прошла в конце марта. В ней принимали участие представители ГОЧС, специалисты администрации и эксплуатирующие организации. В прошлом году на ГТС городском меняли затвор. Сегодня выяснилось, что для нормальной работы гидротехнического сооружения необходимы дополнительные ремонтные работы. Выявилось, что там неровное дно в процессе эксплуатации выявилось. И теперь мы планируем дополнительные работы, чтобы предотвратить утечку из озера, из пруда. Специалисты считают, что ситуации с уровнем воды в реках и озерах города могут спасти осадки и устранение неполадок в работе затвора на плотине. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Майские праздники со стрельбой и алкоголем. В выходные дни на улице Гоголя с разницей в один день были повреждены два автомобиля. В первом случае на машине остались следы от пуль пневматического оружия. Лобовое стекло второй машины было разбито, выброшено из окна многоэтажки бутылкой. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. За праздничную неделю зарегистрировано 21 преступление, 10 из которых раскрыли по горячим следам. Так задержали водителя такси, который по неизвестным причинам уехал с места заказа, не выдав клиенту сдачу в размере 900 рублей. Ситуация такая. К нему приехала знакомая за кое-какими там вещами. У него не было денег заплатить за такси. Он заплатил таксисту тысячу рублей. При условии, что таксист должен был дождаться, то есть он должен был подняться с женщиной наверх, спуститься вниз и забрать сдачу. Когда вышла на улицу женщина первая, он спустился немножко позже, и он увидел, как такси отъезжает. Таксиста нашли быстро, а вот отдыхающему в одном из заведений города повезло намного меньше. Мужчина оставил без присмотра куртку, в которой было более 20 тысяч рублей. Придя домой, денег он не обнаружил. Данные денежные средства находились в кармане. Там то ли куртка, то ли пиджак, то есть внешний карман. Обстоятельства неизвестны, выясняются. На дорогах за минувшую неделю произошло 13 ДТП с материальным ущербом, в двух из которых пострадали люди. На улице Курчатова водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Фольксвагеном. Пострадал водитель автомобиля Вольксваген, ушибы после осмотра, врачом отпущен домой. Еще одно ТТП произошло на улице Музруково. Водитель Рено, двигаясь на высокой скорости, не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем Хендай. Оба водителя получили телесные повреждения, от госпитализации отказались. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. С 30 апреля по многочисленным просьбам горожан введено двустороннее движение по проезду Витя Крабкова. В Департаменте городского хозяйства считают, что эта мера позволит снизить автомобильную нагрузку на прилегающие дворовые территории. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 октября этого года максимальная выплата по Европротоколу достигнет 400 тысяч рублей. Закон о проекте о реформе ОСАГО подписал президент Владимир Путин. Чтобы получить максимальную выплату, автолюбителям необходимо воспользоваться специальным мобильным приложением. Еще одно важное условие. Обстоятельства аварии должны быть зафиксированы системой Эроглонас. 23 мая в Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. У саровчан будет возможность пройти собеседование с работодателями. Освоить навыки составления конкурентоспособного резюме. Воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости. Телефон для справок 7-92-70. 9 мая в парке культуры и отдыха имени Зернова пройдет праздничная программа «Мы победили». Гостей ждут интерактивные площадки «Фронт» и «Тыл», фотовыставка, творческие мастер-классы, музыкальная программа и многое другое. Начало в 14 часов. Клиническая больница номер 50 ФМБА России подвела итоги первого городского конкурса истории о медицинских работниках. Саровчанам предлагалось написать рассказ о медсестре, фельдшере или враче и о том, какую роль этот человек сыграл в жизни коллег или пациентов. Авторов лучших историй о людях в белых халатах наградили в Доме ученых. Ученик 2-й гимназии Михаил Шевцов не боится людей в белых халатах и в будущем мечтает стать врачом. Миша родился в семье медиков и с самого детства знает все о работе стоматологов, педиатров, хирургов и других врачей узких специальностей. Рассказ Михаила Шевцова о своей медицинской династии занял на конкурсе первое место. Сам мальчик для себя твердо решил, что когда вырастет, станет хирургом. Потому что это как раз таки мужская профессия. Потому что девушки обычно боятся крови. Она помогает сделать людям жизнь лучше и сделать их счастливее. На конкурс истории о людях в белых халатах прислали 134 рассказа. Победители выбирали в шести номинациях. Самые юные пациенты написали 10 историй. Организаторы надеются, что конкурс о людях в белых халатах станет традиционным. Чтобы этот материал печатался в нашей прессе, печатался в городской прессе. И чтобы люди знали о тех, кто работает круглосуточно, 365 дней в году, без праздников, без выходных. И отдает все силы для того, чтобы спасать, лечить, помогать жителям города. Организаторы конкурса учредили приз главного врача. Почетные грамоты клинической больницы за высокие профессиональные заслуги вручили троим медикам. Лучшие рассказы будут опубликованы в книге, которую подарят участникам конкурса ко дню медицинского работника. В детской школе искусств номер 2 прошел концерт солиста Московской областной филармонии Романа Зорькина и его студентов из колледжа имени Скрябина. Лауреат всероссийских и международных конкурсов представил зрителям концертную программу «Весна для новых встреч с гитарой». А также провел для воспитанников мастер-классы по игре на гитаре. Подробности в следующем репортаже. Роман Зорькин – один из самых ярких и востребованных исполнителей и гитаристов в России. Музыкант владеет разными музыкальными стилями и жанрами от классики до современной музыки. В его репертуаре можно услышать специфические приемы бразильской народной музыки, аргентинского танго, а также русские романсы и джазовую импровизацию. На концерте в детской школе искусств номер 2 Роман Зорькин представил на суд зрителей свои собственные аранжировки. Каждый раз, приезжая в детскую школу искусств номер 2, Роман Зорькин проводит для юных гитаристов открытые уроки и мастер-классы. Ему есть чем поделиться с юными талантами. Музыкант неоднократно выступал на лучших концертных площадках России, Бельгии, Австрии, Германии, Швейцарии, Голландии и других стран и становился победителем и лауреатом международных конкурсов. Сейчас из-за большого увлечения всякими гаджетами и прочими приборами виртуальными, мне кажется, все-таки важно, пока еще есть возможность, держать связь с помощью музыки. Роман Зорькин преподает класс гитары в Московском областном базовом музыкальном колледже имени Скрябина. В этот раз он привез с собой талантливых учеников, которые в этом году заканчивают колледж и рассматривают Саровскую школу искусств как место будущей работы. Я заканчиваю училище и, соответственно, нужно искать пути, куда дальше. Ну и вот один из вариантов – это Саров. Хороший город, хорошая школа, хороший опыт работы со специалистами. В ближайших творческих планах музыканта записать альбом, в котором он представит новое звучание известных мелодий. В спортивном комплексе «Юниор» прошло открытое первенство города по художественной гимнастике «Весенние ласточки-2019». В соревнованиях приняли участие юные гимнастки из Сарова и Нижнего Новгорода. Спортсменки продемонстрировали умение выполнять обязательные элементы художественной гимнастики и владение реквизитом. Ежегодные весенние соревнования по художественной гимнастике проводятся в нашем городе более 10 лет. И это открытое первенство, в котором, кроме местных, традиционно показывают свое мастерство спортсменки из других городов. Для юных гимнасток турнир «Весенние ласточки» – возможность повысить профессиональный уровень и показать, чему научились за время обучения. Девочки должны продемонстрировать исполнение элементов, умение делать танцевальные дорожки, работу с предметом и умение двигаться красиво в музыку. Судейская коллегия оценивала выступление участниц в личном и командном зачете. Они отметили высокий уровень подготовки юных гимнасток в разных возрастных категориях. Мы же ездим на соревнования, которые проводятся в области и вне области, и поступаем, и тоже занимаем, бывают призовые места, и дети также сдают на разряды. Соревнования по художественной гимнастике всегда отличаются яркостью, а участницы – грациозностью и гибкостью. Поддержать юных спортсменок пришли родственники и друзья. Небольшая трибуна для зрителей не вместила всех желающих полюбоваться на выступления гимнасток, и многим пришлось стоять. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы слышите историю тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Александр Константинович Тумаков родился в июне 1922 года в Атюрьевском районе Мордовской республики. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 19 лет. В июне 1941-го юношу призвали в армию и отправили в Белоруссию в город Витебск. Привезли, там Боровух первый, вот помню, сейчас стал забывать, что такое, а тогда помню, Боровух первый, вторая. Вот, там рот проходило. И вот нас вебками замаскировать нас везли, замаскировать, чтобы танки шли, сразу вот в кувет. А он как налетел, как начал нас крошить, кого убьют, кого ранят, в воздух мы ползком. Ну, значит, что побыли, кто живут, остались, помаскировали день, нас оттуда погрузили опять из Полоцка и в Калинскую область привезли. После молодого бойца отправили служить в город Дзержинск, где Александр обучился на подрывняка. А в начале августа 1941-го ребят послали на фронт в Смоленскую область. Ну, привезли на фронт, рассказать, как под танки бросать, гранат под танки, бутылки с горючим, если будет. Я тут стал пулеметчиком на Максиме, пулеметом, 64 килограмма. Ну, был я третьим номером, коробки подносил. Первый стреляет, второй заряжает, а я как коробки подносил. Александр Константинович вспоминает, как в июне 1941-го его рота попала в окружение. Несколько месяцев они жили в лесу, питались ягодами, грибами, щавелем. Однажды Александр Константинович и его сослуживец решили пойти в ближайшую деревню за продуктами. Приходим в деревню, мы в эту деревню, и немцы идут на берег, куреют там, и идут пять человек. Я перед трупом садился, картошку копать у меня. А я переделся военно, ну, 18 лет, 19 шел, в колхозном бардаку сижу, все. Один шел, нашел карандаш, говорит, подходит ко мне, дает карандаш, говорит, немец. И спрашивает там, сколько я, так вот в угол стою, он как разлечился, как меня схватил за грудь. Я в угол, легкая смерть была, когда я в угол, партизан, партизан, бьет меня в угол. А эти смеются, человек 20, немцы-то, лупят и все. Я маленький туда помню, говорю, хаос мой, папа, и хорошо меня спал, сейчас угрожаю, невест может, живых он лет, переводчик. Он им гыр-гыр-гыр-гыр-гыр, отпустили, ушли. Я говорю, на фронте не погиб. Только нажал бы мне спусковой крючок, легкая смерть была. Только в начале 1943 года район был полностью освобожден нашими войсками. За нарушение присяги и недостаточное сопротивление врагу в окружении, рядового Тумакова отправили в 141-ю отдельную штрафную роту, которая действовала в полосе наступления 88-й стрелковой армии. И вот, как сейчас помню, это уже мы под Оршей были уже, в Белоруссии уже. Ну, хорошо, мне дали только один месяц, в загружении дали месяц. Ну, я недолго, правда, был, и нас, значит, рыть блиндажи начали мы туда. Александр Тумаков участвовал в освобождении Смоленской области, Белоруссии, Латвии, Польши, Восточной Пруссии. Победу встречал уже в Праге. После войны Александр Константинович отучился на связиста в Венгрии. Потом отправился служить в Россию в 7-ю Севастопольскую бригаду морской пехоты Черноморского флота. А в 1947 году приехал в Саров, где устроился шофером. Сегодня Александру Константиновичу 97 лет. У ветерана множество наград – два ордена Красной звезды, две медали за отвагу и одна за боевые заслуги. Но самой важной наградой в жизни он считает свою любящую семью. Субтитры создавал DimaTorzok